Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Давайте попробуем вам помочь. Я со своим молодым человеком встречаюсь более двух лет. Что ж, проб большой. И я понимаю, что вам хотелось бы уже как-то, наверное, определиться, да, с тем, что вы будете делать, ну, дальше, что вы будете делать, с кем вы будете, да, то есть. Ну, не хочется терять время, я благо, не хочется как-то пустую проживать, да, свое время с человеком, который, ну, как бы, не то, чтобы вам противен, да, наверное, противен, да, его нельзя назвать. Скорее, это вот именно какая-то несовместимость досугов, да, то есть вам скучно с ним, ему скучно с вами, вот, и так далее. То есть ситуация, она именно в этом на самом деле, что у вас имеет место быть имеет место быть такая, знаете, несовместимость, да, получается. Ну, в плане досуга я имею в виду. Вот. Вообще, в одиночку, в одиночку решение о расставании, на мой взгляд, лучше не принимать, потому что все-таки это мужчина и другой человек, у него тоже должен быть свой, ну, выбор. у него просто что должна быть возможность выбирать, у него тоже должна быть свобода воли, свобода выбора. так что, вне зависимости от того, что вы примете, какое решение вы примете, я рекомендую вам в любом случае лучше обсудить проблему именно с ним, с человеком молодым. Вот. Живем растильно, но бывают периоды, когда живем в квартире вдвоем. А что ли квартира, как бы, не в том плане, где, а в том плане, как она появляется. То есть, ну, в принципе, два года срок уже большой, довольно, чтобы определиться с кем, хочется ли вам создать семью или нет. Понимаете? То есть, вот вы говорите, да, там чуть дальше, что мне нужен семьянин, а ему нужна более энергичная девочка. в том числе. Знаете, я бы, наверное, с вами не согласился бы в этом, потому что очень часто бывает так, что люди дополняют друг друга. понимаете? И в данном случае мужчина дополняет себя вами, а вы мужчины. То есть, вам ведь нравится, что он, скорее всего, в каких-то моментах, да, более энергичный, чем вы. мужчины. Я не уверен, что с более энергичной девушкой ему будет лучше, потому что может возникать проблемы, конфликты, ну, в большей, в большей степени, как бы. в большей степени. Могут возникать конфликты. Вот. Поэтому здесь, конечно, мне кажется, вы мыслите несколько, ну, стереотипно. На мой взгляд. На мой взгляд. Конечно. Вот. То есть, ну, не нудно. Не нудно. Не нудно вот так вот, аааа. как-то вечно людей ярлыки. Да? Сразу. Дальше. Значит. Первые парни всегда прекрасно. Наша быт в радость. Это хорошо. Но, как я понимаю, это эффект встречи происходит у вас. Да? То есть, вы давно не виделись, вам хорошо, да? ну, чувствуете, что, наконец-то, вы с ним, да? Вот. И вам все в радость. Но, потом, ищите вы, а, потом, я чувствую, что дальнейшая семейная жизнь не сложится, совместная жизнь, потому что, есть ощущение, что становится обоим скучно. Ну, тут, как бы, понимаете, если вам становится скучно, мы говорим только про вас, потому что, я не думаю, что имеет смысл говорить про мужчину, ибо это его выбор. То есть, если бы ему было скучно, я думаю, он бы сам не встречался бы. Вот. Ну, по крайней мере, если он не враг сам себе, да? Вот. Значит, если вам скучно, да? Именно вам, если скучно, то тут, конечно, только вся она в том, чтобы вам себя занять. Вот я бы так сказал. Чтобы вы могли сами себя чем-то занять. Чем-нибудь занять себя. Ну, там, какими-то делами и так далее. Чтобы вы не нуждались в нем, понимаете? Совместная жизнь, это не постоянное время провождения друг друга. Совместная жизнь, это когда и лично ваше, и совместная. Как бы, она, ну, интегрируется, интегрируется между собой, друг друг друга. А вы рассчитывали как? Что вы будете вместе жить и мужчина сразу там, я не знаю, будет с вами только время проводить? Или как? Как вы рассчитывали? Вот. Если можно, ну, вот. Такой момент. Как вы считаете это с вами? Понимаете? Вот. Вот. То есть, ситуация, она вот именно такая, как каждый из вас понимает вот эту вот совместную жизнь. Что она из себя представляет? По вашему мнению, по его мнению, на то есть вообще, чего вы хотите? Насколько идеализировано может быть ваше представление о совместной жизни? Ну, ну, так вот, как вы это видите, да? То есть, на мой взгляд, обязательно с этим надо разобраться, потому что, ну, это нормально, что люди разные, это нормально, что люди, они как бы друг друга, дополняют, это нормально, что люди ведут себя, ну, скажем так, да? Это нормально, что люди ведут себя по-разному, каждый, по-разному, каждый, по-своему, вот. То есть, нужно научиться, может быть, стараться или пытаться друг друга принимать, да? Ну, вот. Адекватно. Вот. Адекватно принимать друг друга. это было бы правильно. То есть, то, что он компанейский, да? Да? То, что он, там, любит погулять с друзьями. Разве это плохо? так? Зачем вам нужен мужчина семиенист? Как вы говорите? Для чего? Разве не будет скучно таким человеком? Вам вдвоем, представлять себе, два семиениста? Ну, значит, так, у меня увлекает чувство, что я его заставляю жить со мной. Ну, вы знаете, может быть, отчасти, отчасти, в чем-то, где-то, вы его, знаете как, не то же, чтобы заставляете жить. Отчасти, вы его, я бы не сказал, что вы заставляете его жить. Я думаю, что вы давите, давите на него немного. Вот, вы давите на него немного. это, да, это, наверное, это, скорее всего, такие, что вы на него немного давите, вы, как бы, ну, мужчина знает, что вам хочется, чтобы он был, как бы, ну, с вами вместе, да, мужчина знает, что вам это, приятно, было бы, вот, и, соответственно, может быть, поэтому он ведет себя немножечко, так вот, скованно, с вами. Но я не думаю, что вы его, прям, доставляете, значит, с собой жить, если честно, и не думаю, что прям вот так ситуация стоит. Еще раз говорю, это выбор мужчины, это выбор, выбор человека, значит, ну, жить с вами или нет. это его выбор, и я не думаю, что здесь ситуация, как бы, как бы, она именно в том, что мужчина, там, принуждение, как он находит, нет. нет. Абсолютно. То, что вы, может быть, может быть, как-то вот себя не принимаете полностью. Вот. Это да. Это может быть, это действительно может быть клеммой. Вот. это действительно. Но, опять же, знаете, какая штука? Если вы себя не принимаете до конца, это проблема вашего восприятия. Себя именно. А не проблема связанная с мужчиной. Именно. здесь нужно разграничивать эти вещи. То есть, где вы, да, а где именно там мужчина, где вы делаете выбор, а где он делает выбор. вот. А то так получается, что вы опять же навязываете ему выбор сам. Знаете, вот это не есть хорошо. Вы говорите, он у меня человек контейский, то есть, вы как бы чувствуете, вы говорите, он у меня. Что значит, он у меня? меня. Да. Ну, это значит только то, что вы воспринимаете его в некоторой степени, да, как свою собственность. Вот. Знаете, ну, это не есть хорошо. все. Потому что, да, мужчина, он он может быть с вами, да, он может хотеть быть с вами, но он тоже не ваше, не ваше собственно. Вот. И относиться к нему, на мой взгляд, вот так, как вы, ну, в некоторой степени отношает, может быть, его принижать немного или обесценивать. Вот. То есть, он не у вас. У него есть выбор. У него есть решение. Он имеет право на этот выбор и имеет право на это решение. Решение быть с вами или не быть. Вот. А вы, вы, как будто бы ему вообще не позволяется этого быть. То есть, у меня, во-первых, вот такое чувство, что мужчина, вот, вы, знаете, ребенок, который от вас во всем зависит. Ну, вы же понимаете, что это неправильный позитив. Надеюсь. вы же понимаете, что так быть не должно. Ну, надеюсь. 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 что вы понимаете. надеюсь. Дальше. Дальше. Дальше идем. Надеюсь. Выпишите. Так. А он у меня компанейский, любит лишний раз с друзьями увидеться. Не обязательно выпить, конечно, но просто не сидеть дома. Ну и что, пусть, пусть видится с друзьями. А в чем проблема-то? Пусть видится с друзьями, пусть общается с друзьями, а вы занимаетесь своими делами, если вам нравится. Вот у меня такое ощущение, да, что вы хотите быть вместе, как бы друг с другом, да, вы хотите быть вместе. Но вы хотите, чтобы каждый из вас был друг с другом полностью так не бывает. Есть я. Есть ты. Знаете, да? Есть я, есть ты. То, чего хочу я. Есть ты, то, чего хочешь ты. Понимаете? Вот. И между этим нужно искать какой-то компромисс. На самом деле. Именно в компромиссе, в поиске компромисса может быть даже не компромисса, а баланса, если угодно. И именно в этом и является мудрость. Именно в этом и заключается мудрость. принятие, взрослость, зрелость, и так далее. Вы не сможете ни с кем откроть отношения, если будете подстраивать людей под себя. Я вас не обвиняю, вы поймите. Вы поймите. Не, не нужно вас обвинять. Я просто говорю о том, что если вы хотите, да, вот, шивот, если вам хочется. Если вы хотите быть с этим человеком, то нужно его принять. В первую очередь. Это самое главное. Без принятия ничего не возможно. А вы, получается, так. Вы его вроде бы приняли. Вроде бы вы его приняли. В первую очередь. В первую очередь. А теперь вы ему ставите как будто бы даже в вину. То, что он вот у вас такой компанический там и так далее. Вот. Ну, я не думаю, что это позиция, знаете, такая вот конструктивная и правильная. Дальше, значит, так, я натура домашняя, спокойная. Хорошо, и именно поэтому вы и нашли друг друга, разве нет? Именно поэтому вы и нашли друг друга, потому что вы разные, вы не одинаковые. Вы разные, именно поэтому вы друг друга и нашли. Дело здесь совсем не в том, что вы, у вас там одно, у него там, не знаю, другое, да, дело совсем не в этом. Дело в том, что вы друг друга дополняете. Вот в чем дело. Вот в чем главный момент. И дело здесь в том, хотите ли вы дополнять, ну, мужчину, хотите ли вы его дополнять, хотите ли вы, вот, ну, принимать его, хотите, чтобы он был счастлив или нет? Вы, наша наша натура прекрасна. Это прекрасно. Это здорово. вас это ни в коем случае не, значит, как-то дискредитирует. Почему вы считаете, что в этом есть какое-то противостояние? Если есть, то противостояние того, кого с кем, это вот точно такой, довольно важный момент, как мне кажется. Дальше. Думаю, надо прекращать эти отношения, так как мне нужен семьянин. Конечно, заявление громко. Ничего не скажешь, громкое заявление, когда человек говорит так, что ему нужно иметь семьянин. Ну, понятно, чего вы хотите, как минимум. Это, в принципе, не мало. Но вопрос у меня к вам на самом деле немножечко другой. Ну, будет у вас вот семьянин, допустим, так, как вы хотите. Будете ли вы счастливы с этим семьянином? Будет ли у вас любовь? Или как вы хотите отношения себя выстраивать? Я вот что-то не понял, на основании чего? Если любовь, то любовь тут, как бы, надо вот принимать человека таким, как вы умеете. Ну, естественно, с определенными ограничениями, да? То есть, ну, нужно, чтобы человек принимал вас. Нужно, чтобы человек ценил обязательно вас и так далее. Без этого, понятно, ничего не будет. Без этого, понятно, ничего невозможно. Но если вы отношения хотите выстраивать именно на любви, на эмоциях каких-то, да, то я думаю, что, ну, вот, как минимум, нужно рассмотреть возможность для вас, да, принять человека, таким, как он, если вы его любите. И как мне думается, что вот в тот момент, когда вы перестанете от него чего-то ждать, в тот момент, когда вы перестанете считать, что, ну, ну, что мужчина вам, там, например, должен, что-то, вот, в тот момент, когда вы перестанете считать так, я полагаю, что многие вещи для вас станут проще. По крайней мере, принуждённый, как сейчас, вы чувствуете себя перестанет. Перестанет ли чувствовать себя принуждённый мужчина? Это вопрос. Перестанете ли вы чувствовать себя принуждённым? Ну, я думаю, я думаю, думаю, что скорее всего да, скорее всего отлично. Но это нужно сделать в любом случае, нужно, нужно это осуществить, по-другому не получится, я боюсь. То есть понятно, да, что тот факт, что вы являетесь там вот тихой, спокойной, да спокойной домашней девушкой, ничего не наше, вообще. Важно, что это значит для мужчин, вот что это, вот что ваше, вот что ваше, вот что, что действительно ваше, понимаете, вот что действительно имеет значение тоже. Дальше, значит, но, когда разъезжаемся и не видимся несколько дней при этом целой день на связи или видимся на мимолеттах, то появляется дикое желание его увидеть. Вы знаете, правильно, то, что нужно вам от него, вот то, что вам нужно от него, это может быть энергичность какую-то, да, вот такие вещи, вы от него как бы, ну, стремитесь получить. А то, что вам не нужно, то, что вам не нужно, ну, ясное дело, вы получать как-то и не пытаетесь, потому что это не нужно. А мой взгляд, все вполне логично. Вам нужно просто установить границы его и свои, и, собственно, совсем хорошо было бы, если вы просите себя так, а мне вообще кто нужен? Вот мне кто нужен? Мне какой мужчина нужен? Я чего вообще хочу-то сама? Вот. Знаете, вот это, пожалуй, один из самых таких главных вопросов, я бы сказал. Вот. Для вас. Для вас. Это самый главный вопрос. Для вас. Дальше идем. Так, что же это такое, как сделать так, чтобы ему также хотелось быть дома вместе со мной, как и мне с ним? А это вы уже пытаетесь человека как-то, знаете, под себя подстроить. Это, знаете, уже, ну, не совсем адекватная позиция, потому что вот получается, что вы его не так сильно любите. И прекратите, чтобы человек пожертвовал своими интересами, да, своей свободой, с собой, в конце концов. Я имею в виду, ну, говоря с собой, я имею в виду, как бы, ну, своим комфортом, может быть, своим каким-то счастьем, может быть, своими представлениями. Опять же, а как быть с друзьями в этой ситуации всей, понимаете? Да. То есть, на мой взгляд, здесь как-то вот все, ну, не так однозначно совершенно, как мне это видится. Вот. Вот. То есть, тут я уже даю вам вопрос, а вы для, для мужчины-то вы чего хотите? Именно для мужчины вы чего хотите? Что вы именно для него-то желаете? Потому что вам нужно для чего-то, чтобы он, да, был с вами. Вам нужно для чего-то, чтобы он был с вами дома. Но простите, зачем? Простите, а зачем вам это нужно? Чтобы он был с вами? Что будет, если он не будет с вами, например? Знаете, да, какая важная вещь? А что будет, если он будет с вами? А что будет, если он не счастлив будет с вами? Вы все равно будете продолжать его как-то, ну, принуждать быть дома, даже если ему не нравится? Или как? Как вы для себя это видите? Знаете, да, вот пока, пока непонятно абсолютно. Пока непонятно. Вот эти все вещи, они пока не истинны. Абсолютно. Поэтому я надеюсь, что вы об этом как-то люди подумаете. Чтобы выработать некую позицию, как можно более четкую позицию по данному вопросу, потому что, опять же, это важно. Очень важно, чтобы данная позиция у вас была. Конечно, здесь может быть и привычка, может быть привычка. Но, если честно, я думаю, что это в другом проблема. Я думаю, что проблема в тех моментах, которые я указал вам, которые я указал вам, я думаю, в этом проблематике заключается. Вот, дальше, дальше идем. Значит так, чтобы я не чувствовал обременение от того, что его застал. Ну, а вот то, что вы чувствуете обременение от того, что вы его застали, это уже, простите, немножечко другая опера. Это уже чувство вины. То есть, у вас есть некое чувство вины перед тем, что вы его заставляете. Это означает, что вы, с одной стороны, не позволяете сделать выбор ему, с одной стороны, с другой стороны. Вы не позволяете себе же, скорее всего, опять же, делать выбор. То есть, если вы, если вы мужчину выбора лишаете, то, ну, логично, наверное, предположить, что вы лишаете выбора и себя, я полагаю. Ну, это, в общем, в общем, вполне логично, мне кажется. И тонкость вся, она именно в этом. Почему вы лишаете себя выбора? Почему вы запрещаете выбрать себе? Почему вы запрещаете выбрать ему и так далее? С чем это связано? То, что вы запрещаете ему, например, делать выбор. Вот это, на мой взгляд, одна из самых важных-важных вещей, о которой вам вообще нужно подумать. Так, как следует. Вот. Понимаете, да? Понимаете, какая штука? Чувство вины. Очень хорошо. Чувство вины, как правило. Чувство вины, это голос внутри нас, да, вот, который заставляет нас действовать, ну, каким-то образом. Соответственно, вам надо бы понять для себя, чей голос заставляет вас испытывать чувство вины. Испытывать чувство вины. Кто или что заставляет вас испытывать чувство вины? Что хочет тот голос? Значит, ну, который заставляет вас испытывать чувство вины? Чей голос лучше это? Кто обвиняет вас в том, что вы там, ну, сделали что-то неправильно и так далее? Вот. Кто? Подпирайтесь, пожалуйста, тебе на этот вопрос ответить. Это обязательно нужно, если вам хочется понять лучше, может быть, себя и понять, что, чем. Вы руководствуете? Вот. Еще раз. Откуда взялось чувство вины у вас? Что вам движет при выборе такого мотива поведения? Вот вы говорите, что, чтобы не чувствовать себя, там, принуждающей его и так далее, и так далее, и так далее. Что заставляет вас? Так, так, реагируем. У меня нет чувства, да, у меня нет ощущения, что это говорите вы. Вот именно, ну, вот, именно, сейчас, когда речь зашла о, ну, скажем так, о том, что вы чувствуете себя удерживающей его, понимаете? А вот. У меня нет ощущений такого. И, исходя из этого, я думаю, что вы сами себя подавляете. Поскольку в отношениях нельзя быть из чувства вины, да, ну, в любых отношениях нельзя быть из чувства вины, то, соответственно, нужно вам справиться с ним, с чувством вины, вот. И тогда, я думаю, всё будет лучше. И вам легче будет, и легче будет, собственно, вашему мужчине. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... управлciu.